1987 года, символическую годовщину предыдущего цареубийства. Но в тот же день все заговорщики были арестованы. Несмотря на слезные прошения отца и матери, Александр Ульянов через два месяца был приговорен к смертной казни и повешен во дворе Шлиссельбургской крепости вместе с четырьмя товарищами. После казни Ульяновы в Симбирске ждали непростые времена. Часть друзей и соседей сразу отшатнулись от семьи террориста. Другие, несмотря ни на что, поддержали Александра Ильича, которого в городе многие искренне любили. Казнь горячо любимого старшего брата стала ударом и для Володи Ульянова. И, возможно, тем самым событием, которое полностью изменило его судьбу. А заодно и судьбу всего мира. Может быть, шок мая 1887 года является главным ключом ко всем его дальнейшим поступкам и решениям? По воспоминаниям сестры, после казни брата Владимир якобы произнес «Мы пойдем другим путем». Но сначала надо было закончить гимназию и поступить в университет. Ни в гимназии, ни в ней ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал непохвальное себе мнение. Эти слова принадлежат Федору Михайловичу Керенскому, директору Симбирской гимназии и по совместительству отцу будущего политического соперника Ленина Александра Керенского, возглавившего правительство России после февральской революции. Более того, и Володя Ульянов, и Саша Керенский родились в одном городе, в Симбирске, в один день, 22 апреля. Но с разницей в 11 лет. Поистине Симбирск – мистическая колыбель двух русских революций. Мемуары о годах, проведенных в Симбирской гимназии, вместе с великим одноклассником, оставили сразу несколько соучеников Ленина, и все характеризуют его, как говоря современным языком, интеллектуального лидера. Вот пример. Я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного, исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Особенно часто вспоминают страсть гимназиста Ульянова к мертвым языкам. Учитель-латинист обычно говорил в конце урока «Ульянов, переведите дальше». И что тот успевал перевести экспромтом с листа, то и было заданием всему классу. Получив аттестат с единственной четверкой по логике, 17-летний Владимир Ульянов выбрал для поступления юридический факультет Казанского университета, поскольку понимал, что из-за брата-террориста путь в столичные университеты был ему закрыт. В Казани занятия он посещал уже не так аккуратно, как в гимназии. Гораздо больше его привлекала бурная студенческая общественная жизнь и запрещенные политические кружки. В результате уже в декабре первокурсник Ленин был арестован, исключен из университета и выслан в имение матери за участие в студенческой сходке. Свободу от занятий провел с пользой, за чтением революционно-демократических публицистов, прежде всего Николая Чернышевского. Цитата. «Роман «Что делать?» глубоко перепахал меня». В Казанский университет Владимир Ульянов так и не вернулся. В 1891 году он сдал экстерном экзамены юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Недолго поработал помощником присяжного поверенного, то есть адвоката. Но главное, что по-настоящему привлекало его, это путь революционной борьбы. Современный марксист Терри Игглтон однажды пошутил, что если некоторые философы склонны думать об электронной музыке, то Ленин был склонен думать об электропроводах. Он имел в виду ленинскую привычку рассматривать любой политический и социальный феномен снизу, с материи, с физического устройства. Ленин стал революционером потому, что нашел сугубо научное объяснение. Во-первых, тому, как устроен мир, и как изменить его предположительно к лучшему, самым эффективным способом. Для него марксизм был такой же наукой, как физика. Он воспринимал марксистскую философию как инструмент для принятия решений в самых разных политических ситуациях. Дальше в биографии Владимира Ульянова будет очень многое. Женитьба, ссылки, выбор псевдонима Ленин. В память о расстреле рабочих золотых приисков на Сибирской реке Лена. Почти 15-летняя жизнь в эмиграции, вражда с другими политиками, налаживание связей с зарубежным революционным движением. Но ничего важнее знакомства с марксизмом в его жизни не было. Даже брак, если верить воспоминаниям товарищей, оказался не по любви, а скорее по марксизму. Например, товарищ и близкий друг Ленина Глеб Коржужановский говорил так. «Владимир Ильич мог найти красивее женщину. Вот и моя Зина была красивая. Но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было». В анкете в графе «Профессия» Ленин обычно указывал литератор или журналист. После революции он действительно стал членом Союза советских журналистов. Ленин свято верил в могущество СМИ. Своих собственных СМИ. «Газета. Не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». Это цитата из его статьи «С чего начать», опубликованная в газете «Искра». Подлинная история Российской социал-демократической рабочей партии начинается не с 1898 года, когда прошел первый съезд РСДРП, а с «Искры», основанной Лениным в 1900 году. Эпиграф. «Из искры возгорится пламя» – строчка из стихотворения декабриста князя Адоевского. Редакция располагалась в Мюнхене, затем в Лондоне, Женеве. Газета печаталась за границей и доставлялась в Россию курьерами нелегально. А в 1912 году Ленин выпустил газету «Правда» – пролетарскую, легальную и массовую. В ней было опубликовано 285 ленинских работ. Власти закрыли ее только перед самой войной, когда она уже сыграла свою роль коллективного организатора. А затем началась Первая мировая война. Во время Первой империалистической бойни Ленин вместе с другими российскими социал-демократами жил в безопасной, нейтральной Швейцарии. После Февральской революции немецкие власти разрешили группе большевиков проехать на опломбированном поезде через территорию Германии и Финляндии – в Петроград. На Финляндском вокзале его встретила ликующая толпа. Именно там состоялось всем известное по анекдотам выступление на броневике с призывом «Да здравствует социалистическая революция!». Главное из этого выступления было на следующий же день опубликовано в большевистской газете «Правда». Знаменитые апрельские тезисы. Программа действий социал-демократической партии большевиков после Февральской революции. План превращения буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Политическая борьба только начиналась. В июле Временное правительство издало приказ об аресте более 40 видных деятелей большевистской партии. С 5 по 9 июля 1917 года Ленин, которого обвинили в работе на правительство Германии, скрывался в Петрограде. В ночь с 9 на 10 июля перебрался вместе с Зиновьевым в разлив под видом костца. Они поселились у рабочего сестра Рецкого оружейного завода Емельянова, жившего в туалет из ремонта дома в сарае, приспособленном для жилья. Через несколько дней в поселке, где скрывались Ленин и Зиновьев, появились полицейские. Это послужило причиной сменить место. Вождю пришлось перебраться в шалаш на другой стороне озера Разлив. Так они провели около месяца. История их злоключений впоследствии станет важным сюжетом советского искусства. Мы упускаем многие важные детали, поскольку все, что было дальше, вы прекрасно знаете. Переворот 25 октября. Захват вокзалов, мостов и телеграфа. Штурм Зимнего. Арест Временного правительства. Декреты о земле и мире. И спустя всего несколько месяцев. Начало долгой и кровавой гражданской войны в России. Почему же Ленин и его дело победили? Может быть потому, что большевики пообещали народу немедленное прекращение идущей уже три года войны. Передачу заводов рабочим, а земли крестьянам. Необразованное большинство понимало лозунги большевиков еще проще. Отнять все у буржуев и поделить. В глазах низов Ленин был человеком, имеющим чудесную, всепобеждающую силу, наследником Разина и Пугачева. Фактически это были лозунги партии эсеров, социалистов-революционеров, лозунги крестьянской войны народного бунта. Быстро и хитро перехватив у эсеров политическую повестку, партия Ленина, партия большевиков. Затем полностью выдавила своих союзников по Октябрьскому перевороту. Левых эсеров из политической жизни, а многих и простой жизни. Став основной и монопольно единственной политической силой страны. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве на Ленина было совершено покушение. По официальной версии, стреляла полуслепая эсерка Фанни Каплан. Официально озвученный повод. Месть Ленину за разгон учредительного собрания. Я застрелила Ленина, потому что я считаю его предателем. Из-за того, что он долго живет, наступление социализма откладывается на десятилетия. После допроса Каплан была расстреляна на территории Кремля. Ее тело сожжено в бочке, а прах развеян в Александровском саду. Получив несколько опасных ранений, Ленин все же выжил. Но, скорее всего, это покушение и постоянное умственное напряжение окончательно подорвали его здоровье. Первый инсульт случился у Ленина в 1922 году. С непостижимой скоростью удивительно деятельный человек превратился в инвалида. Он видит, чувствует прикосновения, слышит. Но не может анализировать информацию, поступающую к нему из всех этих органов чувств. Почти не может говорить. С письмом еще хуже. Кора головного мозга повреждена. Генерация графических символов невозможна. Простейшие арифметические вычисления тоже вызывают у него сильные затруднения. Сам Ленин прекрасно осознавал необычный характер своей болезни. Отказ аналитического и тренированного ума, искать решение простейших проблем был для него настоящей пыткой. По свидетельствам очевидцев, Ленин часто говорил вслух. Это ведь ужасно. Это ведь не нормальность. Какое-то необыкновенное странное заболевание. 21 января 1924 года болезнь победила. Однако перед смертью Ленин успел оставить завещание. Так историки называют письмо к съезду, написанное в конце 1922 года. Там вождь оценивает своих ближайших соратников и предостерегает партию от раскола, предупреждая, что взаимоотношения Сталина и Троцкого могут стать его причиной. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Как мы знаем, раскола избежать не удалось. После смерти Ильича, как стали его называть в постреволюционные годы, начинается удивительный процесс. Усилиями пропаганды создается настоящий культ личности. Миф. Практически легенда. Во всем этом было много псевдорелигиозного. Например, мавзолей, построенный по проекту гениального архитектора Щусева, напоминает и египетскую пирамиду, и шумерский храм Зикурат. Доступ советских граждан в мавзолей был задуман... Съел борщ. В конце записи, в конце этого видео, для проверки качества звука, я скажу что-то голосом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. От топа-то копыт при поплю визит. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. В дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Конец записи. Ф-9.